Авиакомпания «ТрансАэро» заканчивает посадку пассажиров на рейс номер 323 в Вену. Выход номер 3. Номер выхода на посадку был изменен. Пассажиры для «ТрансАэро» авиации. Пассажиры 3-2-3 в Вену. Время переводить, пожалуйста, на двор 3. Дорога была изменена. Девушка, лампа, можете покажу? А у меня его нет. Вечер без чемоданов на радио «Эквилиприо». Доброго времени суток зрителям YouTube-канала, EQ-портала, с вами Снежный Ангел. И это видео-версия «Вечера без чемоданов». Один из смоленских осколков воспоминаний. Памятник Василию Теркину и Александру Звардовскому крайне необычен. Хотя бы потому, что на одном постаменте рядом выседает реальный человек. Писатель, поэт и корреспондент, и плод его фантазий. Герой произведений Василий Теркин. Примечательно и то, что двое мужчин сидят наравне. Нет пренебрежения со стороны писателя в адрес своего героя, или же наоборот, возвышения Василия Теркина над его создателем. Первые свои стихи Александр Твардовский написал рано, еще когда толком не знал правил стихосложения, да и писал еще неграмотно. Первый порыв души творить произошел ато возмущения поведением детей. Они издевались над птицами. Не выдержав этого, маленький Александр написал стихи об этом фундализме. После окончания сельской школы молодой поэт пришел в Смоленск. Но не мог устроиться не только на учебу, но и на работу, потому что у него не было никакой специальности. Пришлось существовать на грошовый литературный заработок и оббивать пороги редакций. На обратной стороне памятника стоит дата и подпись автора бронзового памятника этих двух личностей. Почему памятник стоит именно в Смоленске? По многим предположениям, Александр Твардовский писал своего персонажа как жителя Смоленской области, как и он сам, ведь автор родился в деревне Загорье Смоленской губернии в семье Кузнеца. Оба памятника очень детальны. Ордена, погоны, пуговицы – все это вылито на их фигурах. В руках бронзовые фигуры Александра Твардовского – планшетка, что напоминает нам о том, что писатель был фронтовым корреспондентом. Еще интересно и то, что пик творчества Александра попал на военные годы. За это время он создал три четверти от своих работ. Ну а с вами была Снежный Ангел. Присоединяйтесь к Волнам радиоэквилибриум и пока что планируйте свои путешествия. А не совершайте их.